Всем привет! Каждое утро я делаю зарядку и делаю ее под различные аффирмации. В один прекрасный день я слышу в аффирмации следующие, зачитываю. Я без сожаления прощаюсь навсегда с событиями и людьми, что причиняли мне боль и страдания. Сразу к делу! Никто не может вам причинить боль и страдания, ни события, ни люди. Это вы делаете только сами. Почему? Потому что вы реагируете на определенные события определенным образом. И чаще всего это негативные. Если в нехорошем событии, на первый взгляд, в нехорошем событии найти что-то позитивное и отреагировать на него позитивно, то, глядишь, мы поменяем свою судьбу и мы поменяем свою жизнь. Не бывает людей, которые причиняют нам боль. Все мы это делаем сами. Это наши реакции на происходящее. Это то, как мы умеем работать с данными ситуациями. Например, у вас хорошее настроение, вы звоните человеку, радостный, хотите сообщить какую-то хорошую новость, и вдруг слышите в трубку. Убери, пожалуйста, свой позитив, он уже мне надоел. В этом случае вы не хотите конфликтовать с человеком и уходите немножко вниз, то есть под него, а обида-то внутри осталась. В этот момент мы могли бы выставить свою границу и сказать, слушай, а мне неприятен твой тон, как ты со мной разговариваешь. Или ты меняешь свой тон, или я кладу трубку, и мы поговорим позже. Да-да, вот именно так. На самом деле выставлять свои границы – это очень хорошая вещь. Ты имеешь право поменять свою жизнь в лучшую для тебя сторону. Тебе решать, как реагировать на события, и тебе решать, как реагировать на какие-то поступки людей. Мы все взрослые люди. Мы должны уметь брать ответственность за происходящее в нашей жизни на себя. Никто не виноват в том, что происходит в нашей жизни. Ни папа, ни мама, ни сын, ни дочь. Это все наши реакции. Это надо понять и исправлять. Что ж, если вы взрослый человек, то в таком случае аффирмация «Я без сожаления прощаюсь навсегда с событиями и людьми, что причиняли мне боль и страдания» – это аффирмация не для вас. С такой аффирмацией можно проститься навсегда. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и расскажите об этом видео друзьям. Вдруг кто-то во всем винит окружающих его людей, окружающие события, и все-то ему плохо. Попробуйте поменять его мировоззрение. Вот. Попробуйте поменять свое мировоззрение. Это так классно, когда ты меняешься в лучшую сторону. Кстати, я не говорю, что я такая прям хорошая-хорошая. Нет. Я учусь этому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!